Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать что-то очень необычное. Так как сейчас карантиновый разгар и лучше всего оставаться в этот момент дома, подумаем о нашем здоровье и здоровье наших близких, и это был не рофл и не сарказм, самое время начинать осваивать практические навыки, такие как, например, наращивание ногтей в домашних условиях. Сейчас мои ногти выглядят просто отвратительно, поэтому сегодня вместе с вами я буду первый раз в моей жизни делать наращивание ногтей. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут, и обязательно подписывайся на мой канал и ставь лайк, потому что, ребят, ну я очень сильно буду стараться над этим видео. Возможно, я буду снимать его реально весь день, возможно, больше, чем день, я без понятия, поэтому ваши лайки, они бы очень сильно согрели меня в период, когда всем нам так непросто. Я пересмотрела огромное видео на ютубе, которое посвятили наращиванию ногтей, в том числе я смотрела видео Даши Граф, где она показывает, как она наращивает ногти. Как ты это сделала? В общем, вооружилась я следующими предметами. А также лампа и аппарат для маникюра, в общем, назовем его Бор и еще куча всякой маникюрной приблуды. Я буду наращивать вот такие штуки, это называется верхние формы, и я пересмотрела кучу туториалов, я надеюсь, что у меня получится. А еще надо выбрать дизайн, можно сделать так или так или так, а можно достать свой хлам КХМ-КХМ в свою волшебную коробочку. В этой коробочке у меня просто дофига всяких классных штук для маникюра. Изначально это было совершенно не для того, чтобы делать какие-то интересные дизайны на ногтях, а исключительно для того, чтобы делать возможные макияжные разные образы, которые я выкладываю в Инстаграм, но теперь еще также и в ТикТок. Здесь прям реально очень много всего классного. Смотрите, какие красивые вот эти вот сердечки, их просто обожаю. Или вот эти вот звездочки, они вообще потрясающие. Хотя, знаете, я подумала, что с моей криворукостью я хочу попробовать сделать маникюр, как у Акадски. Поэтому я выбираю сегодня тебя. Будем делать маникюр с его символами. Извини, Гару, но сегодня я победил. Хотя по лору он и так победил. В общем, сегодня я буду за тебя, братан. Но тебя я тоже люблю, да. Но прежде чем приступить вот к этим замечательным бедам, верхним формам, неплохо было бы что-то сделать с этим маникюром. Я не люблю делать сильно запаристый маникюр, не умею. Поэтому единственное, что я буду делать, это обрабатывать кутикулу вот такой вот штукой, которая ее растворяет и делает более-менее незаметной. Я просто наношу ее на каждый палец, на каждую кутикулу, и потом отодвигаю вот такой вот палочкой. Праймер. Очень важно, чтобы на кожу ничего не попадало, потому что эта хрень очень кусючая. Не знаю, как вы, а я когда пилю ногти на правой руке, то есть на моей рабочей руке, не пилкой, короче, пилю ногти, а ногтями пилю пилку. И получается, ну вот как-то так, да. Почему вечно все мои домашние истории, как я окрашиваю волосы или как теперь наращиваю ногти, они какие-то все через одно место? Как будто вся моя жизнь, она через одно место. Я уже не понимаю. Имейте в виду, что если вы целый год будете наращивать ногти, а потом самостоятельно их снимете, то, наверное, результат у вас будет такой. Ну или это я просто лох-тупоролый. Настало это время. Негодного контента нет. Настало время лепить вот эти вот штуки на ногти. Все куториалы, которые я пересмотрела без исключения, говорят следующее. Очень важно, чтобы они ни в коем случае не были меньше вашего ногтя. И когда вы их примеряете, не прижимайте их полностью. Ну, вроде прям вот идеально подошло, что вы скажете. Потому что оно прям четкое. И даже по кутикуле четкое. Встаем наш замечательный гель. Я, кстати, использовала прозрачный. А их есть целая куча. Видите, он какой тягучий. И выкладываем его сюда. Вот, выложился. Теперь при помощи апельсиновой палки нужно его оттуда распределить. Периодически можно смачивать праймером кисть. Чтобы оно прям вот так вот растворялось и выкладывалось, как нам нужно. Видите, да? Какие проблемы испытываю. Видите, как он трясется? Видите, да? А вы знаете, что делает тот, кто трясет? Сосет. Под углом 45 градусов. Отступая примерно маленький миллиметр от кутикулы, начинаем вот так вот его слеплять с ногтем. Так, я его налепила, но здесь у нас какая-то фигня образовалась внутри. Вы видите, тут слишком много всего. Может, это надо распределить туда? Я художник, я так вижу. Просто момент истины. Я вытаскиваю из лампы. О! Что это? Что это за... Лоу, оно у меня получилось. У меня получилось это сделать. Только он какой-то кривой весь. И с самого начала... Ой, блин, там пузырь адский. Смотрите, там пузырь. Короче, он высох сверху, а здесь не высох. Как мне теперь это снять-то? А, ладно. Все было проще. Можете посмотреть на этот ноготь вблизи. Вот что бывает, когда ты криворук. Запомните это, дамы и господа. Учтем ошибку, попытка номер два. На другом сайте было написано, что необходимо использовать базу. Сначала, прежде чем наносить эти штуки. Поэтому вторая попытка... Отступаем небольшое расстояние под углом. Насаживаем медленно. И теперь подтягиваем к началу ногтя. Прижимаем. Все лишнее убираем. Сушим. Я просто вскрываюсь. Я потратила уже на вот это вот все от начала видео почти два часа. Отличный маникюр. Скажите мне честно, если бы пошли в маникюрный салон, и вам бы на каком-то этапе мастер вот так бы ногти нарастил, то есть это еще не закончили маникюр, но в процессе мы бы ушли сразу, или вы бы сначала плюнули этому человеку в лицо и только потом развернулись? Мне кажется, знаешь, вот мастера в Авито, которые типа за 500 рублей на дом выезжают, примерно вот такое делают. Создам свою анкету на Авито, буду делать людям за 500 рублей такой маникюр. А прикинь, я попадусь на какого-то блогера, а он такой, увидит меня, я приду делать маникюр, и блогер охренеет, и я такая, ну привет! Блин, надеюсь, Карина мне не очень сильно завидует сейчас. Хорошее отношение не хотелось бы портить. Веселье сейчас будет. Веселье, потому что левой рукой вот с таким вот сатанизмом будет очень непросто делать ровно то же самое. Ой, чёрт! Я постаралась спилить ногти и придать им какую-то хотя бы первоначальную форму, но согласитесь, всяко лучше, чем вот это вот. Теперь я буду орудовать пилкой, чтобы уже сделать их до конца ровными и нормальными. Пока я пилила тот самый злополучный ноготь, у меня отвалился ещё один, а вот он он. Я, конечно, не мастер и даже не претендую, но приятного мало, придётся эти ногти заново перенаращивать. Кстати говоря, именно эти ногти у меня отвалились. Ну, нормально, если честно, я, можно сказать, даже с собой в какой-то степени довольна. Ребята, я это сделала. Вот они, вот они, эти когти, кошачьи когти. Там кот. Кот, вы можете как-то прокомментировать эти ногти? Что вы скажете? Достаточно ли они кошачьи и пафосные? Давайте протестируем эти когти на коте. Если ему понравятся, значит, они хороши. Теперь остаётся вооружиться гель-лаками и сделать себе маникюр. Я хочу сделать ногти чёрные, как у Акацук, потому что Дейдара выиграл. Он выиграл. Пользуясь случаем, подскажите, пожалуйста, какое-то аниме, которое посмотреть, потому что я уже не знаю, что мне смотреть. Что можно нарисовать на этом ногте? Я молодец. Рисовать, кстати, с такими ногтями оказалось не очень-то и удобно. Здесь будут эти облачка. Этот ноготь можно сделать полностью красным и нарисовать на нём крест. Вот настолько сейчас неудобно рисовать на бумаге было. Интересно, насколько удобно будет рисовать на руках. Чувствую, что не на сколько. Этот ноготь у меня будет достаточно простой. Он будет разделён на две части, чёрную и красную. И насколько я видела, как это делают обычно в нормальных салонах красоты, а не в таких салонах, как у меня на дому, сначала нужно будет весь ноготь красным цветом просушить его и только потом нарисовать чёрную полоску. Мой первенец. Долгожданный любимый первенец. Кривой, косой, но самое главное, что любимый. Но он же не настолько плохой. Ну скажите, что он настолько плохой. Ну похвалите маленький пальчик. Знаете, какой мизинец. Для второго ногтя, судя по этой схеме, нам понадобится опять-таки красный лак и гель. Только вот, проблема в том, что красного глиттера я не нашла, сколько не искала. У меня есть такой вот грязно-розовый глиттер и блестящий обычный белый глиттер. Вот я думаю, если я сейчас смешаю обычный красный лак с блестящим глиттером, глиттер окрасится и будет блестеть или как? Хватит смеяться, я говорю слово глиттер, а не другое. А слышится по-другому. Сияние очевидно есть, но его не настолько много, как я бы хотела. Нет, это провал. Очевидно, план провалился. Теперь буду пользоваться вторым способом. Я сейчас, когда просушу этот слой, снова покрою его красным цветом. И на этот раз просто наверх нафигарю вот таких вот уже блесток, которые не совсем красные, но они типа какие-то оранжево-бронзовые. Это выглядит слишком круто, просто вау. Правда, на ощупь он такой мразотный, прям неприятно. А еще можно делать асмр. Вот такой звук вы будете слышать, если вдруг сделаете ногти по моему методу, не надо так делать. Будет такой звук. На этот ноготь я хочу использовать вот такие вот красные сердечки. Ноготь у нас уже черный. И сейчас я постараюсь их как-то очень хорошо разложить так, чтобы было четко. Вот так это выглядит. Если честно, по-моему, выглядит даже круто. Какой-то стиль Орликина, не знаю, мне почему-то напоминает. Очень прикольно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А здесь будет крест. Эта полоска получилась слишком идеальной, поэтому я хочу, чтобы она хотя бы 30 секунд покарамелизовалась, позасыхала, как это правильно называется. И, пользуясь случаем, расскажите, какой у вас сейчас маникюр? А также, пользуясь случаем, расскажите, будете ли вы после этого замечательного видео-туториала пробовать сделать домашнее наращивание ногтей? Тем временем, 20-17, а мне еще делать целую правую руку и рисовать самый сложный палец большой. Я вообще не уверена, что у меня получится повторить этот акацуковский символ. Акацкивейский символ. Короче, этот символ. Непередаваемая ярость и непередаваемые ощущения, потому что я сейчас иду с ума. Ла-ла-ла-ла-ла. Или уже слышала? Любовь к Нарути длиною в жизнь. Да, это татуировка. В точности, как в Гааре. Несмотря на то, что ногти у меня будут так отсушены и принадлежать Дейдаре. Дейдаре или Сосури? Никогда не могла понять, кто же мне нравится больше. Но я, очевидно, больше похожа на Дейдару. Но Сосури больше похож на Гаару. Кажется, этот диалог был лишним и здесь явно не нужен. Я абсолютно не верю, что я сделала левую руку. Боже мой, она полностью готова. Вы только на это посмотрите. Предстоит еще одна рука. Кот, куда ты уходишь? Оцени ногти. Ну, че ты? Я только что проснулась. Это второй день съемок этого замечательного видео. И за ночь ситуация такая. С ногтями, которые накрасила, все нормально. Они на месте. Я в шоке. С ногтями, которые я не накрасила. Не очень все хорошо, потому что ночью один ноготь отвалился. Я очень, когда засыпала, переживала, что у меня отвалятся вот эти ногти. Но вроде они не должны отвалиться, потому что они достаточно крепкие. Вот. А, видимо, эти за счет того, что на них нет покрытия. Они ломкие. И вот один отвалился. Так что снова придется его перенаращивать. Больше всего я люблю черный лак. И всегда больше всего любила черный лак. Когда повзрослела. Когда я была ребенком, я любила красный лак. Потому что мне казалось, что это очень привлекательно, да? Но черный лак это самый сложный лак. И в качестве моего первого эксперимента я решила, как вы видите, совместить две мои страсти. Черную и красную. И окоцук. На безымянном ногте я хочу сделать сердечки. Потому что на этом ногте они у меня получились достаточно прикольные. Несмотря на то, что грязно. И сейчас я хочу попробовать сделать то же самое. Только чтобы уже было более аккуратно, понимаете? Средние ноготи я хочу сделать с обводкой по контуру. Я не представляю, как я буду это делать. Потому что я еле-еле налепила сердечки. Но я надеюсь, что получится хотя бы не сильно всрата. Я испортила лак. Помните? Вчера я мешала вот эту вот фигню. Тут размешивала с блестками. И я мешала прям кисточкой от лака. И сейчас, когда я покрываю свой ноготь лаком, там все просто в блестяшках. Потому что все зосрано. Вот как можно быть такой неумной? Я в шоке. У меня получилось нормально обвести контур. Это что? Это значит опыт пришел? Это значит, что уже пришел опыт? Боже мой, я не верю. У меня получился ровный контур. Ну, насколько он вообще возможен был. Когда ты крива рук. И ратуешься минимальным успехом. Нарисовала прямую черточку и ты счастлив. Ура! На этом ногте я хочу сделать кровопотеки. Сейчас я сделаю его черным. А потом я постараюсь сделать на нем кровищу. Типа, уууууу, поранила пальчик. Больно болит. Кровь течет. Я закончила, я закончила Я просто не верю, я не верю Это так круто, ааа Вы понимаете, я сделала наращивание Первое наращивание в своей жизни Я делала его два дня Господи, я делала его два дня Я так счастлива, но в то же время Я very disappointed, потому что получился какой-то хлам С которым нужно бежать на коррекцию Ну, в общем, вот так вот выглядят мои когти сейчас Просто посмотрите на это Это же так здорово А самое главное, я сделала это сама Меня правда этот ногот бесит, потому что я видела его совсем иным Ну ладно, вот И вот такие вот дела Не знаю, как вам Обязательно напишите об этом в комменты Как вы считаете, насколько я справилась И, конечно же, я буду очень рада вашим лайкам Смотрите, какой крутой большой палец Я вам показываю А все ради чего? Ради вашего лайка Я абсолютно не понимаю, как ты это делаешь Я не понимаю, как ты это делаешь Я приеду к тебе на маникюр Тебе придется это исправлять Я не знаю, как ты это делаешь